Все, отлично. Спасибо. Я смогу ее выключить, остановить потом, правильно? Не, я с вами, я не на них ухожу. Хорошо. Добрый вечер. Надеюсь, что все в полном здравии. И желаю всем до 120 хорошего здоровья и хорошего настроения. Я напоминаю, что все уроки я посвящаю Любу, Бат, Михаэль, Лейзерсон Мешков из семьи Гинзбург, «Память и возвышение души». И мы сегодня с вами продолжаем тему, может быть, центральную тему в пророках, первых пророках, по крайней мере, царь Хискиягу, его противостояние Санхириву, феномен еврейской истории, царь, по которому говорится, что до него не было такого, как он, и после него не было такого, как он, человек глубочайшей веры. И при всем том, что-то произошло, что-то сломалось и надломилось, и не произошло выхода на тот новый виток истории, которого мы до сих пор ожидаем, о котором говорят пророки, что наступит совершенно принципиально иное время, когда уйдет агрессивность из народов, из среды народов, все они объединятся вокруг Иерушалайма, и уйдет агрессивность из души людей. В пророке Ишаяху мы с вами посмотрим. Об этом времени говорится. Для умножения власти нету конца. Естественно, еврейца власть не подавления, не насилия, а власть еврейского царя, когда через него во всем мире распространяется благословение, и приходят народы для того, чтобы соединиться и объединиться вокруг Иерушалайма. Слово «Лемарбе» начинается с «Мем», и удивительное дело, это «Мем» написано как «Мем-софит», это «Мем», который пишется в конце слова, а в конце слова, как вы помните, «Мем» пишется закрытый, замкнутый, а здесь слово начинается с буквы «Мем», которая обычно пишется только в конце слова. Да и вообще необычно, а всегда это единственное место, где «Мем-софит», «Мем-конечное» стоит в начале слова. Почему говорит Талмуд, почему говорят комментаторы? Потому что была возможность начать царство, новое царство, «Мем-малхуд», царство «Малхуд» начинается с буквы «Мем», и эта возможность замкнулась, была упущена, как бы и закрылся, как говорят на еврейте, «Мем-малхуд» издумнует, закрылось окно возможностей. Это характеристика «Мехиски-яву». И мы, наверное, с вами еще несколько уроков посмотрим, что происходит, но в любом случае я вам скажу, что у меня очень душа болит за этого человека. Столько самоотверженности, столько веры, столько усилий и вдруг какой-то надлом. Но, естественно, что ни один духовный подвиг не остается забытым, не остается без следа, наверное, лучше сказать. Он оставляет след и в нашей истории, и в наших душах, и без царяхиски-яву невозможно представить себе наше продвижение вперед к тому времени, когда мир должен прийти к своему исправлению, по крайней мере, выйти на путь исправления. И я с вами открываю, открываю «Малахимбет». В сущности, это то, что дополняет наши занятия по Ишаягу. Ишаягу описывает события, но не так полные, и поэтому трудно иногда понять, о чем он говорит. А мы постараемся проработать «Малахимбет» этот кусок и также «Деврея Мимхроник», и потом вернемся с вами, вернемся с вами, я надеюсь, к Ишаягу. И посмотрим, что он говорит об этом периоде, и пойдем дальше. Таковы наши планы. И вот я постараюсь и напомнить вам, и пойти с вами вместе дальше по тексту. Я очень надеюсь, что текст виден на экране. Вот мы идем к его началу, этого текста, который я приготовил для вас, немножко сократив, «Деврея Мимхроник», который очень подробно описывает эти события, и понятно, не случайно. И опять же, я вам говорю, этот центральный момент в еврейской истории первого храма ничуть не менее значительный, чем правление царя Шламок. И в Деврейгаме мы помним, что Хискиягу начинает править на четвертом году правлением царя, царя Ушея, последнего царя Северного царства. И он относится к жителям Северного царства в общем-то как своим подданным, он не вступает в конфликт царем Ушея, но то, что касается храма, он видит их обязанными приходить в храм и стремится привлечь всех к принесению жертвы Песох так, чтобы это событие, принесение жертвы Песох всем народам, стало возобновлением союза со Всевышним. И, может быть, мы с вами упоминали, что союз со Всевышним не надо возобновлять, он вечный, человек не может от него отказаться, Всевышний от него никогда не отказывается, так что он с двух сторон вечный, но есть действие, которое должно напомнить, которое должно проникнуть глубоко в души и укрепить веру, укрепить союз в сознании людей, союз со Всевышним. И Песох он понимается как союз всего народа со Всевышним, если вы помните, что паскальная жертва, она рассматривается как напоминание об отказе от идолопоклонства, том отказе идолопоклонства, который сыновья Израиля, так сказать, совершили в Египте. И сам по себе отказ от идолопоклонства это принятие веры в единого Бога, таким образом принесение пасхальной жертвы, которая напоминает о том, что сыновья Израиля в Египте зарезали чужое божество. Я не вдаюсь в подробности, потому что надеюсь, что все хорошо знают. Тем самым эта пасхальная жертва, она и есть как бы напоминание, усиление, может быть, союза с Богом. И если я увидел в этом, в принесении этой пасхальной жертвы, увидел в принесении пасхальной жертвы возобновления союза, декларации об возобновлении союза, народа со Всевышним. И мы помним с вами, что он зашел на престол 30-го числа месяца Адара, и он удлинил год 30-го числа месяца, Адара удлинил на месяц для того, чтобы успеть приготовиться и провести Песох в полном объеме и успеть привлечь народ десяти колен, которым плавит Гошия. И вот Дереймим говорится, что параллельно с очищением храма, который происходил в этот месяц, не Хискиягу, 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 посылает по всему Израилю, посылает иуде гонцов, а также письма написал главам колен Ифраем и Минаше, чтобы пришли в дом Бога, в Иерушалаем, сделать отпраздновать по закону Туры праздник Песох для Бога Всесильного Израиля. И посоветовались, решили, цари, князья его и вся община в Иерушалаеме совершить Песох во второй месяц. Песох – это первый месяц, но здесь имеется в виду второй месяц правления царя, так как мы помним с вами, что второй год правления царя начинается с первого Ниссана. Если даже царь, как Хискиягу, поднялся на престол 30-го Адара, то первого Ниссана уже начинается второй год его правления. Здесь немножко по-другому получилось, потому что Хискиягу продлил год. И подчеркивается, что во второй месяц правления Хискиягу он становится месяцем Ниссана, он становится месяцем Ниссан, вторым месяцем его правления. Первым месяцем его правления становится Адар, вторым месяцем его правления становится Ниссан, и во второй месяц вся община приходит в Иерушалаем. Мы решили приближенный царя община объявить по всему Израилю от Бейр-Шевы до Дана, чтобы от Бейр-Шевы до Дана по всему Израилю на территории его Шея, который может сказать, я не хочу, я против, но он не хочет вступать в конкрет. Песох всесильному Израилю, Иерушалаем, потому что давно не делали его, не исполняли законы Песоха, как предписано Тора, и пошли гонцы с пиксными от царя и посланными от князей его по всему Израилю и Иуде и по велению царя говорили, сыны Израиля, вернитесь к Богу Всесильному Авраама, Ицхака и Израиля, и он возвратится к остатку уцелевшему вас от руки царей Ашура. А мы помним, что Ашур уже совершил два нашествия на северное царство, и часть этих колен он уже угнал. И, естественно, угроза такого нашествия большого, изгнания колен, она постоянно висит. И не будьте как отцы ваши и как братья ваши, которые изменили Богу Всесильному. Он отдал их на опустошение, как вы видите. И он с подобной речью обращается к сыновьям Израиля и говорит, ибо когда вы вернетесь к Богу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости упленивших их. Пленные ваши вернутся, обещает Хискияву. Ему могут обвинить во лжи, но он настолько уверен во Всевышнем, настолько он полагается на Всевышнего, что он обещает и мирное время, и возвращение пленных, если сыновья Израиля придут на Песах и возобновят союз со Всевышним. И ходили концы из города в город по земле Ифраем и Минаше, и доходили до удела Звунуна, но смеялись над ними и висминивали их. Десять колен, находясь в тяжелейшем положении, они не собираются соединяться с Иудой, они видят свое превосходство над ними, они считают, что служение в Вейтель, в храме Вейтель, оно гораздо более обоснованно, чем служение в Ярушалае, именно на горе Мория. Они считают принесение жертв по всей земле Израиля, принесение жертв Всевышнему закономерным и даже предпочтительным, когда каждый около своего города может служить Всевышнему, и они гордятся своей силой, своей силой, хотя уже Ашур на них давит гордость своей силой, своим развитием, не оставляет их. И они смеются над гонцами, которые приглашают их в Ярушалае, позамомить союз с Богом. Только часть людей, колено Ашера Минаше из Вулуна покорились и пришли в Ярушалае. Ашер из Вулун и Минаше – это те, кто пострадали от нашествия Ашура. Как мы представляем, больше всего Ашер на севере, Ашер из Вулуна на севере, Минаше за Ярденом, часть, по крайней мере, Минаше за Ярденом, там уже опустилась рука Ашура, и он изгнал часть колен, забрал часть колен, погнал их на север и поселил их за Дамаском. Они пришли, они пришли все-таки, то, что произошло, то, что произошло, побудило их вернуться к раскаянию, и собрался, желаемый множество народа совершить праздник Мацот. Много народу пришло в Ярушалае с таким трудом очищенный и приведенный в порядок, частично приведенный в порядок, храм, собрания многочисленные очень, и встали, и устроили, и устранили жертвенники, которые были в Ярушалае. Естественно, Хискияву прекратил уже поклонение всем божествам и разбил все изображения, и выкорчевал все Ашеры священные деревья, хотя, может быть, это не требовалось по закону, дерево, оно само не становится запрещенным, если ему служили, но он выкорчевал эти деревья. Вот. И теперь эти жертвенники разбили, разбили и бросили, устранили и бросили в поток Кедрон около Ирушалаема, бросили в долину Кедрон, хотя вся вода зора уже была уничтожена, все это упаковство было уже уничтожено. И зарезали жертву Песа в 14-й день 2-го месяца, а Кагены и Левиты устыдили за промедление, осветились и так далее. То есть мы видим здесь вдохновение всего народа, а дальше говорится, а Ефраем, и Минаша, и Захар, из Булуна не очистились. Как ни старался, и Скияву, и как ни откладывал, он время до Песаха не продлял на месяц. Оказалось, что Калин, и Фраем, и Минаша, и Захар, и Булуна, они не в состоянии понять и исполнить законы Торы, которые связаны с ритуальной чистотой и нечистотой при всем желании. Они бы хотели, но не могли, потому что не было у них знаний. Однако же они ели жертву Песах, им никто не запретил есть жертву Песах, не как предписано законному Торы, то есть ели в нечистоте, но и Скияву молился за них, говоря, Бог желающий блага простит за Тор. Простиет их так, как приготовили сердца свои добиваться приближения к Богу Всесильному отцов своих, хотя без очищения положенного для приближающихся ко всякому святому жертвам и так далее, ели они жертвы. И услышал Бог Хискиягу, и Хискиягу, о чем было сообщено через Ишаягу, что пророк Ишаягу сказал, что молитва Ишкиягу была принята и измечил, простил он народ. И это, конечно, большой урок для нас и требует обратить на это внимание. Здесь сущности-то и не было нарушения закона, потому что, когда большинство народа по тем или иным причинам, неважно, находится в ритуальной нечистоте, закон гласит, тумагу, трабы, цибур, нечистота разрешена в обществе. Буквально, если перевести, естественно, так нельзя понять буквально, нечистота, конечно, не разрешена, но когда большинство общества, большинство хагенов или большинство сосудов крама находится в ритуальной нечистоте, разрешается проводить Песох, разрешается проводить Песох в нечистоте. И это по закону, который отмечается в трактате Псахим и в трактате Сенгидрим. Но естественно, что ситуация здесь непростая. Пришли люди, которые могли бы очиститься, но только по незнанию, по пониманию закона они не очистились. И поэтому непонятно было, как посмотрят на небеса на все это действие, но порыв народа и молитва царя оказались сильнее, чем формальный закон, скажем, ни в коем случае не пренебрегая формальным законами, обязанностью соблюдать законы ритуальной чистоты и нечистоты. Но факт остается фактом. Всевышний не всегда смотрит на вещи не всегда судят по формальному закону. Очень часто судей небес имеют значение намерение человека. И то, что их жертва была принята, не свидетельствует о намерении вдохновлении всего народа принести пасхальную жертву. Мы можем обратить внимание из предыдущих слов, что Хискиягу не хотел хотя бы поначалу действовать силой. Он призывал народ, братья, отцы наши. В результате большинство посмеялось над ним. Но силой он не хотел действовать сначала. И говорил, Хискиягу обращает сердце всех левитов к сердцу. Он всегда обращается к сердцу. И поэтому Хискиягу царь Иуды пожертвовал обществу тысячи веков и здесь рассказывается об этом великолепном празднике, который произошел в Иерушалайме. В общем-то мы видим на втором году правления Хискиягу, на втором месяце правления Хискиягу что-то невероятное. Какие потребовались усилия, какая решительность и смелость царя, против которого протестовали, против его действия протестовали не только жители Десятиколенного царства, но и Иуды совсем по другим предлогам, что ты делаешь, что ты нарушаешь закон и так далее. И он пошел против всех. И дальше потрясающие строки совершенно в Геврея и Мим. Я надеюсь, что вы здесь видите, речь идет о 31 главе. И по завершении всего этого вышли сыновья Израиля, находившиеся в Ирушалаиме, здесь сыновья Израиля имеются в виду сыновья Десятиколен, в города Иуды и сломали памятные обелиски, срубили Ашеры, разбили места поклонения на высотах и жертвенники во всей земле Иуды и Бениамина, то есть убрали все, что могло еще остаться. Обелиски мы представляем себе, в общем-то, это не поклонение божеству, но обелиски ставили как бы в память о божестве, особенно на том месте, где происходило какое-то чудо, которое тот или иной бог, та или иная сила природы сделала человеку. Вот этот обелиск ставили, часто на нем писали. Мы из истории знаем, например, такой обелиск, как обелиск царя Мейша Мааба, который описал свою победу в борьбе с коленами Роувена и Гада. Он поставил этот обелиск в своей столице Мей-2. Мы знаем то, что называется Минсерет Санхирив, мы знаем о таком призме Санхирива, каменной, на которой он выгиб свои победы. Это не буквально идолопоклонство. Это обелиск, скажем, обелиск в память о каком-то великом событии, которое приписывали чуду, совершенному тем или иным божеством. В Торе говорится, что в период отцов наши прородцы ставили обелиски, называется Мацеба, ставили обелиск, и говорится, что в период прородцов они были угодны Всевышнему, а дальше нет. А почему они были угодны в период прородцов Всевышнему? Потому что Всевышний делал чудеса для прородцов, они отмечали эти места чудо для других народов, что здесь делал Бог чудо Абраму, Ицхаку и Якову. период когда возник народ и когда он приносил жертвы в храме, знания о Всевышнем должны были распространяться из храма, чудеса были великие для всего народа, а не для одного человека Абрама, Ицхака и Якова. И поэтому говорится, что обелиски, которые были угодны в период прородцов, они не были потом угодны Всевышнему в период храма, в период становления сыновей Израиля на своей земле. Может быть, получился несколько длинный экскурс, но зато мы с вами прояснили момент, который не всегда ясен при изучении Торы. То, что я вам рассказал подробно описывается в нескольких местах, подробно описывается в комментарии дат-мекра. И эти обелиски, которые как бы не являются предметом идолбоконства, а что, на них не приносились жертвы, на них написаны какие-то события, или просто торчит камень, видно, что его поставили, вот здесь что-то было в честь какого-то божества. В общем-то, не запрещено как бы законом, нет, и это сломали в своем рвении и в желании очистить всю землю от любой памяти об идолбоклонстве. Сначала мы видим земли Иуда и Бениамина, а потом Ифраем и Минаше уничтожено все, пока не закончили. Они пошли в земли Ифраем и Минаше. Минаше хорошо принимал участие, как мы видим, в празднике в Ярушалае, но земли Ифраема прилигают к земле Бениамина, к земле Иуды, к земле Бениамина, и вот оттуда, так сказать, эта толпа, вдохновленная принесением жертвы в Ярушалае, пошла и разгромила остатки упоминания об Идовопохмонске, потому что самого Идовопохмонске уже его нету, жертвенников нету, жертвенников нету, посвященных идолам, их давно уже нету, там и в Северном царстве их нету, а жертвенники, посвященные Всевышнему Ишескияу засыпал, и вернулись все сыновья Израиля, каждый во владение своем города, свои а дальше Ишескияу упорядочил служение в храме, может быть, мы несколько подробно занимаемся этим историческим моментом, но мне представляется, что без некоторых подробностей непонятно невозможно сделать вывод или представить себе тот вывод, который подойти к тому выводу, который нам нужно было бы сделать. Мы знаем, что служение в храме охватывает весь народ и продолжается в течение всего года, потому что в храм отделяют части для когенов отделяют части урожая, для левитов отделяют части урожая, храм приносит первые влады, в храм приходят на три праздника, люди посылают дары в храм, масло для масла геменары, храм отделяют вторую десятую часть, которую нужно принести верушалаем и съесть верушалаем и в чистоте, то есть как бы когда функционирует храм, вся жизнь оказывается охвачена его законами, которые требуют соблюдения ритуальной чистоты и нечистоты гораздо чаще, чем человек приходит в храм, входит в сам храм, вся жизнь оказывается связанной с храмом Хискиягу, он наладил все это после 16-го правления Ахаза, вернул не только служение в храме, но и всю страну вернул к служению в храме. И сыновья Израиля иуды, жившие в городах иуды, они отделяли десятую часть от крупного и мелкого скота. Получается так, что текст очень большой, я еще хочу все время что-то пояснить, но делать нечего, иначе мы с вами не представим картину. Дальше мы с вами подчеркнем, по-моему, это мой текст, который здесь остался, это текст комментарий, не текст Деврея и Мим, серым это было Деврея и Мим, немножко сокращенный для вас, а вот дальше, ну, ладно, если остался текст комментарий, мы пойдем по нему. Первые четыре года до нашествия Шаммонесера на Северное Царство Нешамрон пал через четыре года после начала правления Хискиягу. Вот первые четыре года нашествия Шаммонесера на Северное Царство Хиския предпринимал решительные действия, направленные на объединение царств на основе служения в храме. Мы говорили сейчас о первом годе его правления, но он и дальше продолжал он видел десять колен как своих подданных. Гошея не очень мешался. про Гошея говорят, что он устранил засады, которые отлавливали тех людей, которые шли из Северного Царства, шли в Южное, шли в храм, и эти засады существовали на протяжении многих лет. Даже в правлении праведных царей династии Егу эти засады то отменялись, то существовали. Ушея правил после Пеках Бен-Рамальягу, и он, конечно, восстановил эти засады, которые отлавливали людей, идущих верушила им на праздники, и за это полагалась смертная казнь. Всегда ли исполнялся этот закон или нет, трудно сказать, но формально за переход в храм полагалась смертная храза. Теперь правовошея говорят, что он отменил эти засады, и тем самым он перевесил как бы ермо, которое лежало на шее одного человека, на шее царя, на шее царей, он перевесил на весь народ. И мы здесь видели с вами прекрасно эту иллюстрацию этого высказания. Уше отменил, уже отменил сразу, как только он поднялся на престол, еще во времена правления Ахаза, он отменил эти засады, но во времена Ахаза его нельзя было обвинить в том, что никто не пошел в Ахаза, храм был закрыт. Но когда пришел к власти Кискияху и попытался собрать народ, и пытался собрать народ, то мы видим, что люди не пошли. Проше говорится, что же ему нужно было делать. Как что нужно было делать? Ему нужно было сказать, что как раньше существовал закон под страхом смертной казни, запрещающий ходить Верушалаем, теперь я под страхом смертной казни запрещаю вам оставаться дома, когда Верушалаем и праздник. Это то, что нужно было сделать ваше, иначе нельзя было сдвинуть людей с места. Мы видим, что они посмеялись, они не привыкли, для них это было дико, оставить свой байтель, оставить свои жертвники возле своих городов и пойти Верушалаем, и поэтому про Вовше говорится, что он как бы перед лицом небес, он перевесил вину на весь народ, то есть он скрыл величайшую проблему. Раньше казалось, что здесь колен не ходят в южное царство, потому что цари не пускают, а здесь скрылась проблема, цари пускают, а народ не идет, ему чуждо это. И тогда говорят, что в небесах было принято решение о разрушении Северного царства. Я думаю, что, конечно, такие Медрошимы, Агадот, это чисто условно, вот, и что не потому, что вот сейчас был запрет, и не ходили, а сейчас нет запрета, и пошли, было принято решение о небесах, скорее всего, что нет, но просто это как бы такая система повествования, она показывает нам, указывает на проблемы, которые в конечном итоге привели к разрушению Северного царства. Теперь мы видим, что во второй раз, когда, после того, как над ним посмеялись, то на второй год Хиске делает Хиске, Яу, Яу делает совершенно другой шаг. Про него говорится, вонзил меч на входе в дом учения и сказал, всякий, кто не будет учить Тору, будет пронзен этим мечом. Прежде всего, должны были учить законы ритуальной чистоты и нечистоты, и это повеление распространялось на жителей Северного царства, еще когда Шамрон не пал. То есть Хиске рискует вступить в конфликт с Гошей, но это его не останавливает. Он полагается на Всевышнего и делает то, что он должен делать. Он стремится вернуться на Вей Израиль к служению в храме. понимаете, с одной стороны это такой образ, а с другой стороны люди, которые жили в то время, они прекрасно понимают, что царь не шутит. Царь не шутит, и будет ли защищать его Шея от этого постановления, совершенно непонятно, и все очень насторожились. И после этого царь Кискиягу не только приверозил, он послал учителей. И по нему говорится, в Медраше Шохарто, как выступал Киския, когда он видел того, кто хорошо объясняет смысл Торы, посылал его в тот или иной город, когда видел того, кто хорошо объясняет Галаху, посылал его в тот или иной город. То есть Медраше расширяет, он говорит, что не только законы ритуальной чистоты и нечистоты хотел вернуть в народ Хискиягу, но и глубокое понимание смысла Торы, смысла закона. Если кто-то владел формальным законом, очень хорошо он посылал его учить формальный закон. Если кто-то понимал смысл, он понимал его, посылал обучать смыслу закона. Теперь мы можем представить себе, что вслед за учителями Хиския послал проверяющих, которые доложили ему, что от Дана до Биршебы, включая земли десяти колен, опять мы можем подчеркнуть, Дана до Биршебы не нашли безграмотных людей. Ему это удалось. Хискияху это невероятное дело вернуть грамотность людям, которые около двухсот лет уже оторваны от изучения Торы, от понятий самих Торы, от правильного представления о Боге, ему удалось вернуть знания в народ. А от Гевад до Антипатра, с земли Худы и Бениамина, даже женщины и ребенка, которые не владели знаниями о законах ритуальной чистоты и нечистоты. То есть в Иуде также от Гевад до Антипатра, это земли Иуды и Бениамина, и там тоже Хискияху обучал народ Торе, но там мы видим уже были включены и женщины и дети в обучение законов ритуальной чистоты и нечистоты. Почему вы скажете? Да как же почему? Потому что женщины также приходили в храм, на мужчину распространяется обязанность привезти в храм семью и жену и детей, и естественно, что невозможно на месте объяснять, что можно делать, что нельзя делать, что варить, что не варить, в каком котле и так далее. Женщины и даже дети должны быть грамотными в плане законов ритуальной чистоты и чистоты и нечистоты. И, естественно, можно представить себе, что не ограничиваясь изучением формального закона, а Хискияву попытался вернуть знания Торы и глубокие знания Торы и смысл закона попытался вернуть всему народу. Медраж говорит о том, что разбито было ярмо зависимости от Ашура благодаря оливковому маслу Хискияву. Что имеется в виду? что Ашур потерпел поражение благодаря тому оливковому маслу, который поставлял Хискияву в дома учения, чтобы учение не прекращалось и ночью, в темное время масло же использовалось для светильников. Благодаря этому Ашур благодаря этим заслугам Ашур потерпел поражение. Мы здесь можем с вами увидеть насколько велика роль руководителя. Естественно, Всевышний поддерживает его и без помощи Всевышнего ничто бы не удалось, но и помощь Всевышнего тоже надо заслужить. Нужны заслуги, нужна уверенность, как говорит Хискияву полагался на Всевышнего. И так или иначе мы можем с вами подчеркнуть роль личности в истории в случае Хискияву. Она колоссальна. Он просто колесо истории раскручивает в обратную сторону после правления Хаза, покорившегося Ашуру и в общем-то истребившего изучения Торы и служения Всевышнему в Иуде, закрывшему храм, казалось, что народ невозможно будет вернуть ко Всевышнему и тем более к служению в храме, потому что даже в Иуде подавляющее большинство праведных людей, если не все, решили, ну, так храм закрыт, так что же нам теперь делать? Мы же не можем остановить жертвоприношение, мы будем приносить жертвы Всевышнему на высотах, и с этим представлением они жили, пока Хискиягу не вернул служения в храм. И дальше говорится четвертый год правления Царя Хискиягу, мы с вами от Деврея мим вернулись в книгу Малахимбен, и здесь говорится в четвертый год правления Царя Хискиягу, он же седьмой год правления Ушебен Эла, царя Израиля, поднялся Шалман Эсер, царя Шура против Шамрона и осадил его. И взяли, это 558 год до этой эры, взяли его в конце третьего года, в шестой год правления Хискиягу, он же девятый год правления Ушера, царя Израиля, был взят Шамрон. И угнан царя Ашура сыновей Израиля в землю Ашура и увел и в Халах и в Хавор, что при реке Газам и города Мадай. Мы можем представить себе или, скажем, подчеркнуть для себя ту краткость, которой пророк Иермиягу, записавший книгу царств, рассказывает об изгнании десяти колен. Шамрона сождали три года. Безусловно, там были бои. Мы знаем из Еврея и Мим, что сам царь Гушея был захвачен еще до осады Шамрона, а жители Шамрона и, в общем-то, всего Северного царства, даже при том, что царь попал в руки Ашура, не сдались и продолжали борьбу. и, наверное, много можно было рассказать о героизме и противостоянии Ашуру в этой осаде, но Иермиягу предпочел не говорить ничего. Он закончил историю десяти колен. Историю отхода от Всевышнего, Несмотря на деятельность тысяч пророков, среди них сильнейших пророков, таких, как Ильяву и Илиша, Несмотря на, можно сказать, хотя бы условно бесконечные чудеса, которые Всевышний творил для десяти колен, и огонь спустился для Ильяву на жертвенник, который он построил на горе Кармель. И потом Ильяву огнем поразил и до поклонников воинов, которые хотели схватить его. И затем Илиша творил чудеса после Ильяву. И может быть после Илиша нам меньше известно о происходивших чудесах, но в любом случае тысячи пророков пытались вернуть десять колен на путь служения Всевышнему, и сначала их преследовали, затем их просто отвергали и не слушали. И Ильяву не рассказывает обо всем этом, он уже рассказал, этому посвящена книга Малахимбет, и он подводит просто черту. Пришел Шалман Эцар, осадил Шамрон и захватил его. Все. Черта долгой, конечная черта, последняя черта, долгой истории десяти колен, знавших свои взлеты и падения. Ничего, только такое замечание, потом будет говориться, за что они были изгибы, это другое дело, но о самих событиях здесь не рассказывается совсем. Шалман Эцар начал осаду Шамрона, а захватил уже Шамрон его преемник Санхирив. И очень интересно говорится в Геврей Геймин говорится так. После этих дел справедливости пришел Санхирив, царь Ашура, и вступил в Яуду, и осадил укопенные города, и думал захватить их для себя. Если десять колен прекратили свое существование, царство десяти колен прекратило свое существование за преступления людей, то в Яуду Санхирив приходит после дела справедливости. А дела справедливости Ческияку не только привел на Песах, он установил и справедливые суды. Он сделал то, что, в общем-то, сделал царь Шламон еще больше. Царь Шламон начинал с нуля, он начинал после своего отца Давида, но он установил повсюду места изучения Торы во всех городах, установил справедливые суды, то же самое сделал Хискиягу в тяжелейших условиях, и оценка пророка Эзрих, записывавшего Девреемин, она, что после этих дел справедливости, ни в чем он не виноват, Хискиягу, в том, что он делал, наоборот, одни заслуги, и пришел Санхирив. Почему пришел Санхирив? Он пришел как испытание, потому что далеко не весь народ искренне поддерживал Хискиягу, и это проявилось во время войны Санхирива с Иудой, и во время осады Ярушалаем забегая вперед, можно сказать, что город разделился пополам, половина города хотела открыть ворота Санхириву, несмотря на пророчество Нишаягу, чтобы не делали этого ни в коем случае, что Всевышний готовит чудо, которое спасет город, пророчество было, несмотря на это, половина города хотела открыть ворота, но правда в конечном итоге никто не открыл ворота, вот никто не вышел в Санхириву, все оказали, все приготовились к осаде, к сопротивлению его войскам, но в этом и состоит испытание, но половина народа у него была, у него половина этой половины народа больше, чем половина народа, была очень слабая вера, очень слабая уверенность в защите Всевышнего и Санхирив пришел как на Иуду, пришел как испытание, да, вот, и опять же об этом говорили именно после этих дел справедливости пришел Санхирив, вот, о дальнейшей деятельности Хискияву мы постараемся с вами поговорить дальше и у нас нет выбора, мы должны закончить этот момент, да, обсудить его со всех сторон, иначе дальнейшее изучение книги Ижаяу, оно будет проблематичным, каждому есть придется останавливаться и разъяснять те детали, которые мы здесь с вами пытаемся построить в цельный хронологический рассказ, я думаю, что нам и так будет непросто, но хотя бы иметь вот такую историческую базу, представлять себе царя Хискияву, его деятельность, я думаю, что нам совсем необходимо, но еще у нас с вами есть одна задача, которую мы не успели выполнить до Дня Иерушалайма, но ничего, и День Независимости, и День Иерушалайма, как можно сказать, это праздник, который всегда с тобой словами, если говорить словами Химингуэя, это праздник, который всегда с нами, и мы постараемся и после Дня Иерушалайма провести параллель с тем, что произошло здесь, с Хискиягу, и с тем, что произошло с нами по окончании шестидневной войны, а можно сказать, не шестидневной войны, а по ее окончании, вот, и я здесь останавливаюсь, если у кого-то есть вопросы, то, пожалуйста, я готов пытаться ответить, вот, подождем, ну, если вопрос не будет. Рабзеев, может быть, вы все-таки немножко расскажете о Иерушалайме, потому что нас, конечно, хотелось бы от вас услышать. Иерушалайме. Ну, хорошо, я попытаюсь коротко, хотя разговор это не короткий. Я понимаю, но начало. Да, начало. Начало такое, да, пророк пророк Тхарья, 14 глава, говорится, да, и будет в тот день, будут, и будут стоять ноги Бога на горе Зайтим, на горе Зайтим, да, и приведу я все народы на вас, да, и расколется гора, как она раскололась в дни землетрясения при царе Узиягу, и образуется долина, и побежите, да, вот, я коротко где-то своими словами, потому что не помню наизусть, особенно по-русски, да, вот, и будут стоять ноги Бога на горе Зайтим, это предсказание, предсказание Схарья, что такое ноги Бога, да, развивая идею Равширки, да, ноги Бога, ноги на иврите Регель, от слова Рагиль обычно, да, есть лицо Всевышнего, когда все ясно и понятно, просто видно, что он действует, есть, рука Всевышнего, когда, да, тоже происходят открытые чудеса, но уже нужно напряжение разума и чувства, понять, что произошло, это не так, как лицо, совершенно все очевидно и само собой понятно, вот, а есть ноги, ноги, это скрытые чудеса, да, в чем здесь впервые говорится о ногах Всевышнего, это скрытые чудеса, и это предсказание о том, что возвращение божественного присутствия в Ирушалае произойдет путем совершенно скрытых, совершенно скрытых чудес, да, Регель, ноги, вот, и, что мы можем представить себе, что с горы Зейтим, как описывается у Ихискееля, божественное присутствие, сильнейшее божественное присутствие, его свет поднялся на небеса с горы Зейтим, он вышел из храма, перешел к горе Зейтим и оттуда уже поднялся на небеса до будущих времен, да, осталось с нами божественное присутствие, но оно меньше силы, оно похоже на видение Меркава, колесницы, которое видел Ихискееля, вот тот свет великий, сильный, у которого нету никакого образа, его нельзя представить даже ни в каком пророческом образе, этот свет, несущий благословение Иерушалаем и земле, Израиле и всему миру, он поднялся на небеса, и вот теперь божественное присутствие, то, которое должно быть в храме, оно начинает возвращаться, да, и что же мы можем с вами, что же мы можем с вами увидеть, да, штурм старого города начался с горы, начался с горы Зитим, с Масличной горы, через влаги, отделяющие гору Зитим от стен старого города, десантники вошли через львиные львиные ворота, да, вот, и все, как бы, дальнейшие события, события хорошо известны, о них можно говорить бесконечно, о этом величайшем чуде, когда Всевышний отдал нам и всю землю Израиля, и Иерушалаем, только небольшая часть Иерушалаема после 48-го года была в руках Эцеля, да, и тут весь Иерушалаем оказался в наших руках. Насчет горы, да, Рав Шарки говорит, что насчет горы, которая раскололась, как выимнация царя Узиягу, да, и обратилась долина, куда бы побежали, да, он говорит, что это будет в будущем. Я позволю себе сказать, ни в коем случае не умоляю его достоинства, но мне представляется, если особенно мы возьмем с вами фотографии того, что произошло после шестидневной войны, до шестидневной войны проход Котелю в западной стене был узкой полоской между домами арабского квартала, которые, как обычно были построены один над другим, туда, в общем-то, ничего времена английского мандата туда запрещали приходить, то есть можно было приходить, но вести себя очень тихо, чтобы не раздражать арабам, да, и вот эта полоска, да, и вдруг после шестидневной войны, мне кажется, на первый день после шестидневной войны, если я не ошибаюсь, да, там вдруг образовалась площадь, да, и нужно сказать заслугу Маше Даяна, что это его работа, он ночью приглав бульдозеры и расчистил этот арабский квартал, который примыкал к Котелю, да, и туда хлынула невероятная масса людей, которые хотели подойти к Котелю, которым они не могли прикоснуться 19 лет, хорошо, можно сказать, что Котель это не святыня и даже не главная святыня и вообще не святыня, но сейчас разговор не об этом, разговор о том, что людей захлестнуло чувство, чувство, которое объединило всех, чувство божественного чуда, когда все устремились к тому месту, которому оккупация не позволяла им подойти. Так что мне представляется, что вот это предсказание о том, что гора раступится на восток и на запад, ну точно, от западной стены были отброшены эти дома, уже не как дома, как камни, да, и туда устремились на вея Израиля. Мне представляется, что это пророчество сглось полностью, да, вот, и дальше, как всегда, как и во времена анахистский Ява, о котором мы будем говорить, о чем, собственно, и ради чего был весь разговор, как говорится, все зависит только от вас, в данном случае от нас, да, вот, все зависит только от нас, от нашей способности воспринять чудо и воспользоваться его результатами, да, вот, Всевышний может даже накормить нас из ложечки, положить нам из ложечки в рот, но жевать уже, проживать мы должны сами, и об этом нужно всегда помнить, вот, и, когда мы говорим, что там в Израиле то и плохо, и недостатки, и правительство такое, полностью совсем согласен, но нужно помнить одно, это все из-за нас, из-за нашего непонимания, да, и из-за того, что до сих пор большинство народа остается за пределами земли Израиля, не впечатлившись, так сказать, от этого чуда шестидневной войны, да, вот, и, как бы, результат, результат налицо, да, ту же самую идею мы попробуем посмотреть на примере Хискиягу, человека совершенно, совершенной праведности, да, вот, который не сумел взять этот рубеж, увидеть величину, увеличенную чудо, может быть, ему было труднее, чем нам, чем тем, кто стал свидетелем чудо шестидневной войны, но тем не менее, это факт, так что, это какой-то совершенно великий день, я, к великому сожалению, на этот день уезжаю за границу в Москву в попытке поговорить с евреями, к сожалению, к сожалению, я один из немногих, который напрямую говорит, надо ехать, да, вот, и я вижу свою обязанность приехать, это сказать, да, кроме всех слов Торы, кроме изучения, да, Гемары, пророков и всего прочего, да, я хочу сказать, надо ехать, как всегда, да, так что обращаюсь ко всем, приезжайте, вы та капелька, которая добавляет чудесам, вы, независимо от вашего уровня, было бы хоть немножко в голове что-то, вы та капелька, которая добавляет чудесам, вы та капелька, которая продвигает Израиль к лучшему, и весь мир продвигает к лучшему, спасибо за внимание, надеюсь, встретиться в Израиле. Спасибо, Равзеев, вам успешно съездить. Спасибо, да, в основном, да, хорошо, спасибо большое, хорошего праздника, ни в чем, не сомнимайтесь, читайте, Галель, Сбрахой, эти все сомнения, они, понимаете, как говорят, от Лукаула. Всего доброго, с вами хорошего. Спасибо, спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok